всем добрый день на на канале вязание тангелина и зиму сегодня у нас на разбой вот такая замечательная шай бактус узор листочки есть схема обязательно будет в сообществе предлагаю посмотреть как это вяжется и связать такая хорошая схема по не очень легко вязать и что мне нравится легко запоминается схема начинаем вот с такого круга раз два три 4 5 столбиков с одним накидом и между ними две воздушные петельки 1 2 3 4 5 я предлагаю связать круг и в кружочек провязать 1 2 3 это у нас столбик и две воздушные петли всего у нас должно быть 5 столбиков с одним накидом и две воздушные петельки между ними наша основа вязание шаль чем не понравилась схема очень легко запоминается а смотрится красиво вот листочки такие нежные всегда в моде всегда красиво смотрится и подходит самое главное подобрать пряжу 1 2 3 4 5 абсолютно к любому гардеробу теперь пять воздушных петель набираем и провязываем три столбика и воздушные петли по центру на центр можно выделить маркера три столбика и воздушные петли и столбик второй ряд 1 2 3 4 5 поворачиваем вязание и в первый столбик который у нас есть провязываем 3 раз два три столбика 2 воздушные петельки 12 и по центру следующий столбик вяжем столбик вот у нас центр будет повторяться всегда можно поставить маркер чтобы знать что это у нас центр и идет повтор до центра связали теперь повтор точно такого же узора на второй половинке наши шали три столбика с одним накидом 2 воздушные петельки и в третью воздушную петлю столбик с одним накидом вот уже шаль началась идем дальше 6 воздушных петель набираем и наш листик расширяем 3 воздушные петли и еще один столбик и повтор 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 разворачиваем вязание и там где у нас три столбика мы в первом столбики провязываем 12 столбик пациенту сам по себе и в последнем 12 вот такое расширение его легко запомнить 3 воздушные петли и по центру вяжем просто столбик 3 воздушные петли 1 2 3 и повтор повтор узора увеличиваем наш листочек первый и последний столбик увеличиваем и за счет этого листочек у нас увеличивается 3 воздушные петельки 1 2 3 и в третью воздушную петлю столбик с одним накидом уже что то есть идем дальше тут нужно запомнить каждый раз два рядочка мы вяжем по столбику потом делаем увеличение опять раз-два делаем увеличение 1 2 делом увеличение это легко запомнить и это здорово увеличение делаем самом начале в конце и в центре отомдели песочек мы просто-напросто увеличиваем 1 2 3 4 и столбик с одним накидом то есть нас получается два столбика между ними воздушная петелька раз-два-три воздушные петли запоминаем что они у нас между лепесточками будут всегда три воздушные петли это тоже легко запоминается листочек мы с вами провязываем столбик в столбик а первый и последний столбик увеличиваем 123 воздушные петельки раз-два-три и по центру тоже через каждые два три . увеличиваем столбик воздушная петля столбик воздушная петля столбик 123 листочек наш последний раз увеличиваем потом будем уменьшать все столбики провязываем 1 2 увеличиваем кто читает схему здорово кто не читает легко запомнить узорчик раз-два-три в третью воздушную петлю провязываем столбик воздушная петля столбик каждые два ряда делаем увеличение увеличение это галочка в начале в конце и по центру три столбика вот идем дальше 123 это у нас столбик мы сделали увеличение 45 и смотрите разворачиваем вязание столбики вот во втором столбике мы вяжем начало нашего листика раз-два-три после ряда который мы увеличили начинаем провязывать новый листочек 3 воздушные петли мы вяжем всегда а тот листик который мы уже увеличили мы начинаем уменьшать первый столбик пропускаем а все остальные провязываем то есть все как всегда листочки вяжутся в шахматном порядке если один уменьшается значит следующий увеличивается вот это единственное что нужно запомнить это легко запоминается то есть как только мы провязали новый листочек вот начало следующий листочек мы уменьшаем раз два три и вот по центру тоже делаем увеличение вяжем основу нового листика один два три и делаем раз два три воздушные петельки по центру вяжем столбик как у нас есть раз два три и делаем новый листочек провязываем новый листочек который состоит из трех столбиков листочек вяжется просто я думаю вы уже запомнили это раз два три два раза увеличивается листочек из трех получается 5 из 5 7 и все вот листочек 3 воздушные петли 1 2 3 и легко уменьшается 1 пропускаем столбик следующие провязываем тем самым уменьшаем количество столбиков и уменьшаем наш листочек 3 воздушные петельки 123 провязываем новый листочек столбики то есть три столбика с одним накидом три воздушные петля и столбик столбик с одним накидом 1 2 3 это у нас столбик 1 2 3 это воздушные петли поворачиваем вязание и вяжем абсолютно то что мы с вами уже знаем листочек который увеличивается первый столбик вяжем по центру просто столбик 1 и последний увеличиваем не задумываясь 3 воздушные петли они у нас всегда и уменьшаем было 5 станет 3 вот 123 чем не понравился узор легко запомнить даже не имея схемы раз-два-три то есть один листочек уменьшаем увеличиваем те которые мы начали вязать все вот такое вязание очень простое очень легкая обязательно попробуйте можно связать шаг можно связать бабтус я вижу и слонимской полушерсти очень мягко 1 20 тактильная пряжа по центру вяжем просто столбик и вторую часть шали увеличиваем уменьшаем увеличиваем провязали вторую часть и смотрите как только у нас здесь вот 1 2 столбика провязана одиночных значит следующем ряду провязываем такую галочку 1 2 2 столбика сами по себе значит в следующем ряду провязываем 3 вот это основное что нужно запомнить а потом все упадет 1 2 3 4 а потом голове сложится узорчик и вы будете легко вязать каждые два рядочка делом увеличения 3 воздушные петли мы вяжем не задумываясь цветочек и листочек наш увеличиваем тоже не задумываясь потому что мы его уже вязали мы знаем последнее увеличение у нас идет провязываем по факту 3 воздушные петельки 1 2 3 вот и идет уменьшение знаете у нас было три столбика останет один раз два три провязываем увеличиваем то есть узорчик который вяжется сам по себе и не нужно особых знаний навыков легкая такая шалька или бактус как вам понравится бактус это короткий шейный платок который очень удобно носить вместо шарфа а шалька это длинная такое раз два три вязаные украшения да и в центре провязываем 3 столбика и между ними воздушная петелька что у нас получается один листочек мы закончили два новых и начали следующем ряду мы провязываем 3 столбика здесь три столбика в первом и три столбика самым центральным то есть мы начинаем увеличивать вот их 1 и 2 до а теперь будет раз два три и уменьшать те которые у нас листочки уже есть то есть вязание настолько простое правда раз два три легко вяжется легко запоминается красиво смотрится что я больше всего люблю это когда вяжется просто простые узоры легко запоминается и красиво смотрится кажется самое основное раз два три все довязываем наш узорчик 123 и уже дальше у нас идет все время повтор все время идет повтор схему обязательно выложу я стараюсь все схемы если они у меня есть выкладываю в сообщество сообщество находится под аватарка это фотография моя на главной странице канала слово сообщество находим нажимаем и там все схемы моих вязание вот сделали увеличение и провязываем раз два три четыре пять шесть в первый столбик который нам встречается по пути вязание мы начинаем вязать новый листочек 3 воздушные петельки даже раз два три можно не говорить вы это помните раз два три три раза листочек мы увеличивали значит пришло время уменьшать не довязывая один столбик в самом начале и в самом конце такой у нас с вами сегодня узорчик 123 надеюсь что вам понравится также как мне там где у нас один столбик провязываем уже три это новый у нас листочек только мы его уменьшили значит пришло время вязать новый вот вяжем новый на самом начале в центре 123 уменьшая те листочки которые у нас уже есть и вот так незаметно провязывая ряд за рядом получаем очень красивую шаль простеньким узором 123 центр это у нас центра столбик обязательно раз два три и увеличиваем вот смотрите начали с одного листочка потом прибавили два теперь прибавляем раз два три вот такая красота получается предлагаю попробовать связать очень простая шаль листочки и красивые предлагаю попробовать повязать вяжем 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 шаль бактус что вам нравится обычный размер метр я вяжу в длину и 50 сантиметров высоту тут уже это бактус шаг конечно будет побольше последний ряд схема предлагает обвязка . очень простая мы заканчиваем на том моменте где у нас пять столбиков идут одного листочка а 2 только начинается и вот в этом моменте предлагается обвязка обвязываем три столбика вместе воздушные петельки три столбика вместе и там где у нас воздушные петли были ты столбика вот так вот это получается три столбика ты вместе между ними три воздушные петли три столбика и воздушные петли столбика вместе то есть мы начинаем провязывание что значит и столбика вместе это вот мы с общей вершинкой 1 2 3 3 столбика провязываем вместе 1 2 3 воздушные петельки и там я арочка провязываем просто три столбика и чередуем 1 2 3 и последний столбик просто музык закрепим все там где у нас 5 столбиков мы вяжем центральный 3 точно так же мы начинаем вязание 2 воздушные петли подъема 3 столбика 3 воздушные петли 3 вместе 3 петли 3 столбика 3 петли 3 вместе вот такая простая печка можно ее провязать почему нет и мы получаем красивую такую шар красивый бактус красивый узор вот эти листочки мне кажется они в любом цвете будет смотреться красиво здорово вяжется просто запоминается узор тоже легко поэтому я решила его показать связать и надеюсь это видео вам будет полезным огромное спасибо если вы досмотрели ролик до конца это очень важно подписывайтесь на канал приглашайте своих подружек впереди много интересного чтобы не пропустить нужно подписаться пишите комментарии до новых встреч